скоро все закончится или это еще долго как я думаю скоро ли это все закончится но неважно где ты живешь просто глядя на все это можно понять что наверное не скоро это закончится но по крайней мере не в этом году так точно и наверное не знаю некоторые предрекают что в 2025 одно могу сказать есть сторона которая хотела бы это все закончить как можно быстрее а вот и есть сторона которая та которая поддерживает особенно так скажем которая предоставляет оружие и все такое они же деньги на этом зарабатывают да естественно вот из-за чего вот это все началось в чем плавут главное да может быть причин там было очень много или было их вообще не было причин но есть это разные вещи есть причина и из-за чего началось то есть причина это естественно остановить россию и поставить россию обратно как говорится в стоило чтобы она опять была так скажем но как это сказать но грубо же управляемой потому что россия стала выходить из под внешнего управления ну и развитие россии нафиг не надо это же конкуренция поэтому на что то просто на это смотреть элементарно как на конкуренцию стран и когда россия была в упадке и тоже как и допустим китай в китае можно было оставить производство платить всем минимум и так дальше было все здорово в россии можно было ставить вышки нефтяные где попало сосать нефть не причем платить минимум тоже здорово а когда все поменялось то значит нифига себе ну-ка нафиг их обратно ну а как их обратно также вот так вот не получится же прийти и сказать ну-ка нафиг значит ответственно нужно какое-то воздействие ну как и при человеке да ты будешь не скажете садить соседу ну-ка нафиг ну и что он скажет сам нафиг поэтому надо что надо как-то воздействовать для воздействия нужно россии анти россия то же самое чтобы держать индию под влиянием несмотря на то что оттуда якобы ушли колонизаторы сделали антииндию пакистан но россии сделали соответственно этот самая украину и все ну вот мало того систем что россия вдруг в отличие от индии возмутилась она хрен нам вот это вот по соседству такая анти россия то стали ее быстренько вооружать потому что понимали что могут сделать все как в четырнадцатом году с крымом довольно быстро и и тому подобное в результате чтоб не повторился 1941 год когда на нас напали и мы были все там разгромлены почти до самой м москвы было сделано контр действия как говорит российский президент если драка неизбежно бить надо первым все логично или вы не согласны сколько уже примерно жертв жертв наверное дофига и никто вам точно этого не скажет верить всяким бакланом которые вдруг бросаются там тысячами сотни тысяч и тому подобное знаете это не откуда это берут я уверен что даже в штабе что с той стороны что с той стороны точных цифр не знают но приблизительно наверное да я понимаю что как я служил в армии что есть вечерняя поверка там то сел кажется каждый что-то докладывает вот можно конечно сделать как говорится от минусовать но но это приблизительные данные так или иначе жертва к сожалению я так понимаю только начинаются вот что самое поганая потому что никто уже уступать не будет наверное вот и тут даже дело не только это само уступить просто ради того что был мир ну какой мир мир на время чтобы потом еще хуже было нет надо такое действие если вы конечно так скажем корпоративные силы запада сказали бы да ладно 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 уходим дайте нам чего-нибудь где-нибудь там венесуэли или еще чего-нибудь забирайте свою украину делать из нее нейтральную республику там или еще чего-нибудь ну тогда да вот принципе украина по уши в долгах она бы по-любому осталось бы как говорится но долго бы наверное не военной но как долго нужен четкий статус чтобы она была действительно вот нейтральной страной ни в коем случае не при каких обстоятельствах как но надо как минимум чтобы это было на всех бумагах я так думаю там надо даже ним на бумагах она камни высекать потому что толку то что он говорили в 90-х годах по поводу мы уходим из европы ушли до с германии с афганистана с польши где я служил ну и чего теперь почти почему теперь как говорится с моего аэродрома взлетают как говорится натовские самолеты а это же не должно было быть если на то пошло да вот этот бы сказал слышь сосед ладно все я отхожу больше не буду твою собаку дразнить ты тоже собаку подальше там убери и будем жить нормально кто-то отошел а кто-то нет справедливо нет да и так как пока в мире вот такая несправедливость сплошь и рядом получается вот такая чушь они за полная херня происходит последнее время до а подожди почему потому что убрали рамки то есть вот я но постарше тебя мне-то много лет я помню 70-е годы это еще восьмидесятые когда хотя бы люди представители стран хотя бы велись я достойно а сейчас вообще чуть ли не в трусах выходят какие-то ты еще пальцы бы показывали кнопки друг другу под задницу бы подкладывали вообще было бы здорово но тоже абсурд сейчас пиздец в мире не матерись пожалуйста вот мире в час кобздец можно просто без батьевного слова кобздец кобздец скажу выучи слово я тебе даю наколку этом моё ноу-хау кобздец обздец короче да это то же самое что ты сказал только можно говорить ну или можно животного вспомнить пиздец да ну кобздец как-то так звучит вообще кобздец и самое интересное замечаешь то есть ненормальные ценности теперь стали превыше нормальных да ну я вот говорю вот сейчас люди с ума сошли просто с ума сошли конкретно какие-то люди ненормальные невозможности ты пытаешься создать нормальную семью ты не популярны ты не в моде а если ты создашь ненормальную семью из трех человек или там неважно из друга своего однополого или еще чего-нибудь то ты будешь такой клёвый четкий я фигею это вообще вот чё к чему еще недавно за это практически судили в советском союзе так эта статья была и правильно я считаю что надо опять ее вести даже в армении понимаю даже в армении это так ну я я понимаю что это мировая проблема именно мировая